Фиалка трехцветная, больше известная как анютины глазки, не просто красивый, нежный и трогательный цветок, но и замечательный природный целитель, справляющийся со многими болезнями. Ее близким родственником является фиалка полевая, цветы которой значительно меньше. При заготовке лекарственного сырья важно не путать эти растения, так как полевой цветок имеет несколько другой состав. Благотворное влияние на организм, оказываемое фиалкой трехцветной, было замечено людьми еще в древности. Так, в Греции считалось, что настоянное на вине это растение восстанавливает силы, придает человеку бодрость и защищает от козней сил зла. Применяли трехцветную фиалку и на Руси. Травники давали чай из цветка людям, страдающим от сердечных болей. Длительное употребление напитка приводило к положительному результату. Везде фиалка трехцветная известна как замечательное природное лекарство от целого букета болезней и применяется в народной медицине всех стран, где произрастает. Лечебные свойства растения признают и традиционная медицина, поэтому цветок является ингредиентом ряда лекарств и гомеопатических сборов. Благодаря своему богатому составу фиалка справляется с различными болезнями. Она является отличным отхаркивающим, противовоспалительным, мочегонным, спазмолитическим, ранозаживляющим, желчегонным, антибактериальным, антимикробным, патагонным, кровоочищающим, успокаивающим и снимающим зуд средством. Этот перечень объясняет, почему настой, чаи и отвары из фиалки трехцветной назначают при различных заболеваниях. В качестве основного средства народными целителями или как дополнительная терапия в традиционной медицине. Употребление анютиных глазок необходимо при заболеваниях дыхательной системы. Она успешно борется с различными бронхитами, которые тяжело поддаются лечению обычными медицинскими средствами. Не устоит перед фиалкой и коклюш. Положительно влияет она на здоровье при воспалении бронхов, пневмонии, а также туберкулезе. Этот цветок не только помогает избавиться от насморка, но и не допускает его перерождения в гайморит. Противозудные и противовоспалительные качества растения снимают диатез у малышей. И зуд от укусов насекомых. Фиалка трехцветная помогает избавиться от нервного перенапряжения, переутомления и бессонницы, снимает раздражительность и беспокойства. Ее успокаивающие свойства полезны больным эпилепсией. Употребление анютиных глазок благотворно сказывается на суставах, облегчая состояние больных артритом. Полезна она и при подагре, мучающей многих. Положительное действие фиалка оказывает на людей, страдающих от различных заболеваний кожи, экземы, фурункулеза, дерматита, сыпи и даже лишая. При последнем заболевании растения является дополнительной, не основной терапией. Избавит этот милый цветок и от головных болей и повышенного пульса, что значительно улучшит качество жизни человека. Налаживает фиалка обмен веществ, способствуя таким образом снижению излишней массы тела. Именно из-за этого она входит в состав травяных сборов для похудения. Известна народным целителям фиалка трехцветная и как противоядие от многих природных токсинов. Поэтому цветок часто употребляют при отравлениях слабой и средней степени тяжести. А вот при тяжелом отравлении без своевременной помощи медиков не обойтись. Успокаивает растение зубную боль, а также устраняет воспаление во рту и на всех остальных слизистых. Помогает фиалка трехцветная при незаживающих язвах, которые практически не поддаются медикаментозному лечению. Затягиваются от нее и различные ранки. Фиалка снимает нагноение и ускоряет процесс регенерации клеток. В косметологии применяют анютины глазки в качестве средства для снижения жирности кожи, ее смягчения и эффективного увлажнения. Маска с использованием этого растения быстро и надолго избавляет от угревой сыпи. Популярна фиалка трехцветная и в ветеринарии. Ее отвар дают пить животным при воспалениях кишечника и проблемах с верхними дыхательными путями. Она присутствует в составе различных травяных лекарств. Таким образом, этот изящный и нежный цветок с уверенностью можно назвать великим природным лекарем, помогающим людям уже не одну сотню лет. Собирают анютины глазки в период цветения, который длится с начала лета и до середины сентября, а в южных районах и до октября. Для заготовки используют цветки, листья и стебли фиалки. Корни ее не применяют. Сушат собранный материал в проветриваемом помещении. В процессе сушки сырье требуется ежедневно перемешивать, чтобы избежать загнивания. Хрянить сухую фиалку трехцветную в плотно закрытой посуде в сухом месте не более полутора лет. Вне зависимости от того, были ли анютины глазки собраны самостоятельно или куплены в аптеке, уже высушенными они принесут огромную пользу для здоровья при правильном применении. Надеемся, что информация была для вас очень полезна. Спасибо за внимание! Будьте ближе к природе!